Мне с бабушкой повезло, ведь она была мастером на все руки. Сколько вкусностей она готовила практически из ничего. Этим рецептом приготовления пирожков пользуется и моя мама, и я, и моя дочь. Вкусно. Сегодня я хочу рассказать вам, как приготовить пирожки с рисом от бабушки. Этот рецепт пирожков передается в нашей семье от поколения к поколению. Он проверен годами и никогда меня не подводил, пирожки получаются всегда. Рецепт очень простой, ингредиентов для приготовления теста понадобится. Минимум и подходит оно очень быстро, и очень удобное в работе. Обязательно приготовьте такие пирожки, они очень вкусные. Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности, остудить. Яйца очистить и мелко нарезать. Помоем и обсушим укроп и также мелко нарежем. Добавим соль по вкусу и черный перец. Перемешиваем и начинка для пирожков готова. Смешиваем дрожжи с сахаром. Добавляем немного теплой воды и тщательно размешаем. Столу выявим в теплое место. Минут через 10 дрожжи поднимутся вот такой пенной шапочкой. Выливаем дрожжевой раствор в миску и добавляем оставшуюся воду, пару ложек растительного масла и соль. Перемешаем, пусть соль растворится. И добавляем муку. Ложку растительного масла выливаем на руки и масляными руками замешиваем тесто. Оно должно отлипать от стенок миски и не липнуть к рукам. По необходимости понемножку добавляйте муку, но не больше пары ложек. Накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место. Поднимается оно очень быстро. Делим тесто на 14 частей и выкладываем на смазанный растительным маслом стол. Берем шарик теста и руками формируем тонкую лепешку. На середину выкладываем чуть больше столовой ложки начинки. И лепим пирожок, тщательно защипывая края. Выложим все пирожки на столе, пусть минут 10 отдохнут и поднимутся. Нагреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем пирожки с обеих сторон до румяности. Я жарю на отметке 6, а всего делений на переключателе 9. Обжаренные пирожки выкладываем на бумажные полотенца, пусть впитается лишний жир. И вот какие красивые, мягкие, румяные и вкусные пирожки получаются. Приятного аппетита. Продолжение следует...